И так всегда будут возникать вопросы относительно абсолютной истины, бесконечной вопроса, утверждения, сомнения, опровержения. Почему? Причина в том, что абсолютная истина безгранична в своих проявлениях. Поэтому об абсолютной истине можно утверждать всё, что угодно. Всё имеет отношение к абсолюту, как к источнику. Но человеческий ум находится в двойственности, в принятии отвержения. Если мы принимаем что-то чёрное, мы не можем назвать белое, мы отвергаем белое в виде чёрное. То есть что-то одно умещается. Как? И одно желание умещается у нас в данный момент времени. Мы не можем в один момент времени исполнять многие желания, или все желания, есть последовательность. Эта последовательность в материальном мире называется причинно-следственной связью, или карма. И мышление называется кармическое. Мы ищем причину. Поэтому даже если человек по определению понимает, логически понимает, что Бог всемогущ и безграничен, всё же в уме возникает вопрос. А может ли он говорить? Почему так? Странно, это противоречиво, да. Это нелогично, вопрос возникает, нелогично. А есть ли у него форма? В различных аспектах абсолютно истины проявляются по-разному. Но с обычным человеком Нарайана не разговаривает, написано в шествии. Не говорит. Обычный человек слушает браманов, слушает родителей, слушает старших. Вращается непосредственно прямую к Богу. Нет таких примеров, что Бог лично кого-то воспитывал в этом мире. Есть родители, есть представители, есть последовательность, есть определённая иерархия. Поэтому возникает впечатление, что Бога как будто нет. Есть родители, есть государство, есть управление, есть всё необходимое для жизни. Причём здесь Бог? Где вы видите Бога? Человек о человеке заботится сам. Наука может позаботиться, культура может позаботиться, здравоохранение может позаботиться о человеке. Но где же Бог? Но на самом деле все эти вещи проявления Личности Бога. Он всемогущий. Но делают всё его энергией. Здравоохранение — это его энергия. Деньги — это его энергия. То, что, так сказать, придумано человеком. Это не человек придумал. Это определённая социальная и общественная необходимость экономическая. Денежная единица. Установленная свыше. Правда, эквивалент может быть разного, все времена. Может быть, эталон разный отличается. И золотой стандарт, и сейчас бумажный стандарт. Но так или иначе принцип существует экономически. Он не зыблем. Чатурн, Варня, Майя, Срештам. Кришн говорит, я создал четыре варвные. И в соответствии с этим есть различные обязанности, включая финансовые какие-то дисциплины, административные, военные дисциплины, интеллектуальные, научные какие-то. Культура существует, труд, взаимосвязь между этими четырьмя ашрамы. Всё это создано Всевышним. Это его различные энергии. И в духовном мире все эти энергии сотрудничают друг с другом. Причина тому Кришна — Личность Бога. Они могут с ним говорить, они могут его видеть, они могут его понимать, и он понимает. Каждое живое существо проникает в сердце своим пониманием, своей природой. Это выражается в несказанном блаженстве тех живых существ, живущих в духовном мире. Когда всепривлекающие, Личность Бога проникает в сердце. Всепривлекающий — это принцип. Это сокровенные отношения, когда Кришна проникает в сердце своего преданного. Это уютно таинственный момент, процесс. И сознание Кришны также такой таинственный, загадочный процесс, как сам Кришна загадка. Тайна-тайна. Этот процесс тоже очень глубокий, очень тонок. Он покоряет ум, чувство, разум. Нектар, трансцендентный нектар. Его игры. Шравана Мангалан. Так здесь поется. Самое благоприятное, что может быть, это шраванам слушание об этих играх, которые проникают в сердце, когда Кришна проникает в сердце, как что-то, как Он прекрасен, как Он удивительно разумен, и все Его достояния проникают в сердце. Человек чувствует себя очень богатым, говорится, когда Кришна проникает в сердце. Очень красивым, когда проникает Кришна в сердце. Очень разумным, когда Кришна проникает в сердце. Как бы разделяет Кришну, ощущает Кришну, чувствует эту связь и как становится наследником этих достояний. И здесь описываются игры в Кришно-духовном мире, что же Он там может делать? Он может стать ребёнком. Ну, это выражение материальное, конечно, Он вечный ребёнок Ешоды, всегда её сын. Эта раса отражена здесь, в нас. Также существуют в материальном мире такие отношения. И так абсолютно истинно может всё. Может быть отцом всех живых существ, может быть сыном, может быть мужем возлюбленным, может быть любовником, может быть близким другом, может быть просто слугой, как Он стал дворецким при царстве Бали Махараджи. Стал просто слугой. Матушка Ешода была поглощена домашними делами. А тем временем Верховный Господь Кришна увидел деревья-близнецы, называемые Ямал-Арджуна, которые в далёком прошлом были полубогами, сыновьями Куверы. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 9-я глава, 22-й текст. Сыновья Куверы. В далёком прошлом эти деревья были полубогами. Вот эти причуды реинкарнации. Так, говорят Ачари нам, что очень сложно понять, как этот процесс происходить. Дальше трудно планировать, трудно предвидеть ситуацию переоплощения. Парупады сравнивало с лесным пожаром, как огонь движется под паромами ветра, и одно дерево становится причиной загорания другого дерева. Это процесс реинкарнации, как бы пламя переносится, как сознание переносится, используя одно тело, а переносится на другое тело. Использует это тело желание, но переносится, в свою очередь, на другое. Близлежащие деревья переносят пожар. И кажется, всё понятно в этом процессе, но ветер желаний, ветер желаний, может быть, непредсказуем. Иногда при порыве ветра пламя перескакивает через несколько деревьев на другие, не затрагивая среднюю. Так случается, лесной пожар. Необычно. Вы сами видели лесные пожары, и выгорает что-то, и вдруг, видите, в центре пожара несколько деревьев абсолютно салы. Это некоторый как бы парадокс реинкарнации. Ям-Ям вопис ма ран-баван, поэтому, говорится, мысли определяют. Поскольку ум хаотичен, непостоянен, упрямо, мы знаем, что такое ум, из Бхагавадгиты, то это может быть непредсказуемо. Когда Джон Леннон и Йога Оно так просили Пхагаваду, чтобы он обеспечил им следующую жизнь вместе, так же они хотели быть, не хотели разлучаться. Они сказали им, что мы признаем, что великий мистик обладает мистическим могуществом. У нас к вам просьба, не могли бы вы сделать так, чтобы в следующей жизни мы тоже были вместе. Но Пхагава сказал, это невозможно. Мы не знаем, что будет в следующей жизни. Это зависит именно от состояния ума. Невероятно трудно предположить, как это все может сочетаться. Один человек был очень богатым, построил большой дом, огромный. У него были там сыновья, родились, и он умер. Умер с жадностью и с привязанностью к сыновьям и к дому. Жадностью к деньгам, привязанностью к сыновьям и к дому. Думая об этих вещах, он родился напротив собственного дома в семье Запожник. Паскорбка деградировалась из-за жадности и чинил всю жизнь сапоги этих своих сыновей, которые заказывали ему обувь. И когда приносил им готовое изделие, Крупад рассказывает, они смотрели и придирались ко всему этому. И если им что-то не нравилось, били по голове этой обуви и выгоняли в обратную. Вот причудо реинкарнации. Два врага убивают друг друга в борьбе, рождаются близнецами. Потрясающая вещь. Трудно предположить, что будет дальше. Коммунисты ненавидят капиталистов, рождаются капиталистами в следующей жизни. Ненависть, любовь — это йога. И ненависть сильнее связывает, говорится, человека с объектом даже, чем любовь. Как Камса, ненавидя Кришну, он толчил освобождение. А капиталисты ненавидят коммунистов. И что же, они все теперь родились в коммунистическом обществе, сделали капитализм. Вот эти причуды реинкарнации, об этом очень сложно понять. И очень много появляется собак в разных городах, которые живут в больших квартирах, новые породы, которых раньше не было. Причуды реинкарнации. Удивительно. В искусственной жизни надо будет искусственную породу для тех, кто заслужил определенную форму жизни, которая еще не создала природа. Это удивительно. Итак, это причинно-следственные связи. То, чем мысль, это обычные материалисты. Вот этот ум, двойственный ум. Единственная его логика — это линейное мышление, причинно-следственная связь. Больше он не знает, как мыслить по-другому. Он не может объять необъятное, соединить противоречия, разрешить проблемы, и не способен. Кришна вспоминает сыновей Куверы. Итак, сыновей Куверы это были полубоги. Теперь они деревья в Риндавне, в Гакуле. Вернувшись домой, Ешода обратилась к своим подругам. Какой хаос? Только посмотрите, что учинил здесь мой сын-разбойник. Надо Бога называть разбойником. Сын-разбойник. Деревенские женщины оглядывали представшую перед ними картину с широко раскрытыми от изумления глазами. Как мог маленький ребенок устроить такой беспорядок? Слишком много думали, как это он умудрился вообще сделать. Маленький ребенок. Вы удивлялись этому? Когда детей оставляли маленьких вроде бы. Приходите, как это вообще возможно, думаете? Даже люстра с потолка сбита. Так было. Вот уж действительно разбойник. Я не верю своим глазам. Но все-таки он самый милый разбойник в Гакуле. и самый загадочный. Какой бы он ни был, он разбойник, сказал Ишода, пытаясь скрыть свою гордость за сына. Вытерев руки об одежду, она добавила, я не только должна убрать за ним, мне еще предстоят дела, которые я должна была делать. и отложила из-за его непослушания. О, царица, мы уберем весь этот разлитый йогурт, а ты можешь со служанками заниматься своими делами. Оглядывая комнату, Ишода думала о служении своему сыну. Вздохнув, она сказала, эти дела нескончаемы. У домашней работы нет конца. Матушка Ишода была воплощением любовного служения. Какой бы домашней работы она не занималась, она делала ее для сына. Когда она готовила, стирала, сбивала масло, все это было совершенством, недоступным обитателям Вайкунхи. Ее погруженность в дела превосходила самадхи совершенных йогов. Каждый миг бодрствования Ишода был актом спонтанного любовного служения безграничному Верховному Господу, который явился в Гакуле как ее сын. Поскольку это домашняя работа была ее вечной дхармой, ей не было конца. Все, что материальными глазами казалось обычными делами домохозяйки, было объектом бесконечной хвалы великих полубогов и совершенных преданных. Что может быть прекраснее, чем служение Кришне, именно поэтому Ишода оставила его, того, кого любила больше жизни, чтобы служить ему. То есть, любовь проявляется в служении здесь, в таком утверждении, что любовь заставляет служить, даже покидать место, где находится возлюбленный, и уходить куда-то для служения. Как обычный человек, он ходит на работу, потом возвращается в семью, и работает в служении его семье, его детям. Родит он покидает, иногда семью, уезжает надолго куда-то в путешествие, в командировки, чтобы что-то заработать, принести в семью. Что-то подобное мы видим в этом мире. Так же. Любовь разлучает, и любовь соединяет. Это вечный процесс. Одна из женщин сказала, «О, царица, ты думаешь, правильно было оставить Дамодару одного, привязанного к ступе?» Ишода бросила взгляд во двор. «Он не один в обществе друзей, они присмотрят за ним». Другая гопи добавила, «В конце концов, он во дворе неподалеку, его можно видеть и слышать». Кроме того, улыбнулась Ишода, «Он привязан к ступе. Не могу поверить, что он сможет развязать эти веревки или сдвинуть ступу?» Подруга согласилась. «Это невозможно. Я думаю, он в надежном месте. У других не было такой уверенности. Ты уверена? Ты все утро потратила, чтобы его связать. Почему ты думаешь, что его так легко усмирить?» Ишода была непреклонна. «Отбросьте все свои сомнения. Мы услышим, если он выкинет что-то еще. Его друзья скажут нам, если он опять начнет шалить. Если он думает, что можно освободиться, пусть попытается». А тем временем во дворе Кришна действительно пытался. Ушах его звучали последние слова матери, вызывая в нем негодование. «Мой дорогой мальчик, пришел конец твоим шалостям. Если ты думаешь, что сможешь освободиться, попробуй. Можешь тащить эту ступу за собой куда угодно». Дамодара кипел от злости и на радость своим друзьям тащил ступу. «Но куда?» Понимая, что мама с легкостью может слышать смех гопов, Кришна приложил указательный палец к губам, чтобы их успокоить. Они радовались, смеялись рядом. Размышляя, как ему дать выход своему гневу, Кришна присел на землю, а его друзья играли неподалеку. Склон Нандатилы постепенно спускался к емуне, чьи сверкающие воды поклонялись Кришне мягкими лучиками отражаемого ими света. Осенние ветерки массировали уставшие тела Кришны, цветущие растения лечили его ноющие стопы, а птицы своим мудрым щебетанием давали советы его возбужденному уму. Все мгновения, когда Кришна наслаждался красотами Вриндавана, его гнев утихал, но когда он ощущал веревку на своей талии, его ум вновь раздражался. Мама сказала, что я могу попытаться освободить себя, если смогу, но я не могу. Она связала меня узами любви. Как я могу развязать их? Это противоречит тому, что мне дорого. Я никогда не могу освободить себя от любви моих преданных. Пока Кришна так рассуждал, его лила шахти окутала его, и он вновь стал думать, как освободиться. Досадуя на то, что все его попытки бесполезны, Кришна ударил кулаком по земле. Гнев вновь вспыхнул в его уме. Божественное невежество распространилось по всему его существу, делая темный цвет его кожи еще темнее. божественное невежество. Все, кто же так думает, но невежество божественное, но гнев божественный. Покрасневшими глазами Кришна осматривал окрестности, пока его не привлекли два высоких дерева Арджуна. Они гордо возвышались у входа во владение Нанды Махараджи. Узнав в этих деревьях двух небожителей, которые были проклятые Нарады Муни, Кришна восхитился их величественными кронами, и заебиловавшими листвой, цветами и плодами. Хотя деревья стояли там очень давно, они лишь недавно получили свое название Арджуна в честь пастушка друга Кришны. И поскольку они выглядели близнецами Ямала, два ствола из общего корня, в Раджавасе назвали их Ямала Арджуна. Кришна никогда к ним не приближался, но часто смотрел на них, стоя во дворе. Некоторые в Раджавасе называли эти деревья Гопа сахами, поскольку они были друзьями пастухов, отдавая им свои дары и не ожидая ничего взамен. Эти стоящие рядом деревья напоминали всем великодушных царей, щедро раздающих пожертвования, или две тяжелые тучи, не делающие различия в том, куда посылать животворную влагу. При всем своем величии деревья были привязаны к месту корнями. Дамодара подумал, вот и я связан, как эти деревья. Теперь мне понятно, что чувствуют падшие души, связанные веревками материальной природы. Может быть, если я совершу благое дело, освободив эти деревья, то и сам смогу освободиться от этой ступы. Эти мысли показали его два взаимоисключающих качества. С одной стороны, он был мальчиком, рассерженным из-за несправедливого наказания, а с другой всеведущим Господом, который планировал освобождение этих деревьев. Полубоги на небесах были потрясены происходящим. Осознав, что им вышло, выпало великой удача стать свидетелями особой лилы, они не отважились подвергнуть сомнению чудо, которое увидели. Слышив ладони, они восславили Кришну. Прабу, Прабу. Да, привязанный к ступе и рассерженный на маму, Кришна по-прежнему оставался Прабу, повелителем всех энергий, всех живых существ и всех обстоятельств. Однако, несмотря на все свои чудесные деяния, он играл роль трехлетнего мальчика. Прежде чем какое-то действие совершится Кришне, в этом принимают участие многочисленные энергии. Многочисленные это Йога Майя называется все. Все это в области Йога Майя находится, как в области скажем Маха Майя 14 планетных систем, 8 миллионов 4 тысяч форм жизни, это все разнообразие, размеры Вселенной и прочие эти бесконечные вещи. Тригуны материальной природы, сочетающиеся мы видим грандиозное проявление от области Маха Майи и область Йога Майи внутренней энергии существует, которая непосредственно служит Кришне и его играм. Продолжая смотреть на два дерева Арджуна, раскачивавшихся на ветру, Кришна составил план, согласно которому он будет разворачивать свои лилы, достоверя удовольствие преданным. Севзав меня своей любовью, мама сделала меня ее должником, я должен вернуть ей долг, и для начала пожалуй мне надо освободить эти два дерева. Так Кришна открыл еще одну истину о себе. Даже связанную любовью своих преданных он продолжает освобождать других. Кришна всего лишь сын матушки Ишоды, и для нее он просто маленький озорник. Что ж до остальных, то для них он Всевышний Господь, обладающий безграничным могуществом и властью. Сейчас играя роль Дамодары, Кришна призывает свои божественные силы, чтобы освободить полубогов, заточенных в деревьях Арджуна. В прошлой жизни эти полубоги были близнецами и сыновьями Куверы, стража сокровищ райского царства. Их звали Налакувара и Манни Грива. Многолетние страдания в телах деревьев Арджуна, прикосновения к земле Гакулы и телам жителей Враджа очистили их. Когда благодаря своему высокому росту они издалека видели, как Кришна ползает во внутреннем дворе дворца, их желание чистой преданности крепло. Кришна помнил прошлой жизни этих полубогов. Он знал, какие события привели их к встрече с Нарадой и знал о проклятии, которое привело их во Врадж в тела деревьев. Внешне он выглядел как один из друзей пастушков. Но как всеведущий Господь, он знал все подробности истории Налакувары и Манегривы. Будучи сыновьями куверы, эти молодые люди, естественно, вели беззаботную жизнь, роскоши и наслаждения. В отличие от отца, который верный долгу хранил богатство полубогов и людей Налакувары и Манегрива просто тратили время, бродя в саду Чайтра Радха. Типичная история богатых людей. Их трагедия в этом заключается. Те богатые люди, которые зарабатывали капитал, обычно они очень много трудились, не знали цену этому капиталу, но их дети не трудились, как правило, нет. Они просто к наслаждениям. Вот эта проблема богатых людей, серьезная проблема. Околдованные спиртными напитками они грабили этот сад, деревьев которым давали листву в виде драгоценных камней и плоды в виде прекрасных девушек. Украшая себя драгоценностями и наслаждаясь юными девушками, Налакувары и Манегрива проводили свое время в опьянении, не обращая внимания на окружающих. В свое время Кувера совершал аскезы для удовлетворения Господа Шивы и вместе с семьей был вознагражден положением полубога. К несчастью, возросший престиж увеличил не только богатство у сыновей, но и их гордость. Манегрива и Налакувары были обвинены вдвойне напитком варуни и ложной гордостью. Они думали, мы сыновья Куверы и фавориты Шивы, кто осмелится бросить на вызов. Своим поведением Манегрива Налакувара продемонстрировали настроение тех, кто поклоняется полубогам и вследствие этого впадает в иллюзию. Кроме того, братья игнорировали этикет не говоря уже о служении Всевышнему Господу. Получив доступ к горе Каласи, обители Господа Шивы, эти близнецы, жаждущие все новых наслаждений, наслаждений чувств, обнаружили райские сады, украшавшие берега Мандакини-Ганги. Считая себя особенными полубогами, которым все дозволено, они бросили своих бывших подружек и нашли более привлекательные райские абсар, с которыми стали прогуливаться по цветущим садам, оставаясь под влиянием одурманивающих веществ. Иногда они пили хмельной напиток из обители Воруны, а иногда Амриту один из даров, который получили полубоги во время пахтания Молочного океана. Что бы они ни употребляли, результатом всегда был нарциссизм и потакание своим прихотям. То есть они были самодовольными, они показывали себя, всем свое богатство, свою роскошь, свой характер. Однажды, будучи в таком состоянии, манегривые на луковара наслаждались со своими поклонницами-апсарами среди растущих лотосов водоганги. Лотосы были всех цветов и форм. Их аромат привлекал рой, раи пчел и стаи птиц, чьи песни смешивались со смешками и хохотом близнецов и их подруг. Из-за своего самодовольства эти полубоги злоупотребили привилегии, которые даровал им Господь Шива и совершили оскорбления, используя святое место для удовлетворения чувств. Быть пьяными, принимать умовение в ганге обнаженным, да еще и заниматься в ней сексом, все это оскорбления ганга-деви. И как принято у пьяниц, эти двое пели чувственные песни и побуждали своих спутниц к тому же. Так обычно священная атмосфера горы Каласы была испорчена их непристойными возгласами и распутными действиями. Кришна подумал, обычно люди входят в гангу, чтобы очиститься от последствий грехов, но эти двое грешили прямо в божественных водах ганги. Поэтому очищение, полученное ими от омовения, было минимальным и незначительным. Поскольку другого способа их освобождения не было, всеведущий Нара Дамуни, всегда желающий высшего блага для всех живых существ, отправился туда. Нара додумал, поскольку даже такое благочестивое действие, как омовение в ганге, не очистит этих глупцов, я должен дать им могущественное семя преданного служения. Нарда внезапно, без предупреждения, появился в том месте, где наслаждались эти дэвы. Хотя он сиял, как второе солнце, но луковары манегрифа из-за своего опьянения не заметили его. Нара Нарда был одет в оленю шкуру. Сияние его золотистых спутанных волос затмевало сияние, исходившее от его светлой кожи. На плечо у него была вина, и хотя он шел, стопы его не касались земли. Величайший преданный и знаток преданного служения Нарада глубоко изучил все разделы вет. Он также в совершенстве знал, как применить эти знания на практике. Он был знатоком Пуран, исторический хроник логики и этики. Одним словом, он обладал полным знанием всех истин творения и того, что существует вечно вне творения. Он был красноречив, решителен, мудр и наделен острой памятью. Будучи всегда погруженным в воспевание славы Господа, он также проявлял интерес к военному искусству. Так, в дополнение к мастерству во всех мелодиях Пхакти Нарада был искушен в шести дисциплинах умения вести переговоры, воевать оружием, проводить военную кампанию, сдерживать врага, устраивать засаду и отступать. Вот такие вот последние новости на родимуне. Если кто-то не знал, видите, он оказывается умеет воевать. У него тело вечное, поэтому его невозможно уничтожить. Получил духовное тело. И также здесь говорится, что он знает все разделы вед и может принять на практике это. Вот совершенство в этом заключается. Мы тоже можем достичь совершенства, когда научимся применять на практике знания трансцендентные. Но мы в процессе находимся. Еще не все нам ясно, как применить то или иное, но мы что-то уже знаем, какую-то гьяну уже изучили, можем мыслить во всяком случае здраво. Хотя иногда поступаем странно и все это свалим на калиюгу, конечно, сваливаем. Но в этот раз Нарада не думал отнюдь не об этих военных науках. Он был поглощен мыслями о детских играх Кришны. Погружен в экстаз, он пел песни во славу того сострадания, которое Кришна проявляет к демонам, пытающимся навредить ему. Экстаз, который Нарада переживал настолько погрузил его в осознание сострадания Кришны, что когда Нарада пел, по щекам утекли слезы. Нет никаких сомнений в том, что Кришна Господь Кришна Верховный Господь. Иначе разве смог бы он, будучи грудным младенцем, убить гигантскую демоницу Путану, в трехмесячном возрасте перевернуть ногой по воску или ползая по двору, вырвать с корнем два дерева Арджуна, таких высоких, что вершины их, казалось, достигали до неба. Совершить все эти подвиги не под силу никому, кроме самого Господа. Узнав на Луковару и Манегриву Нарада, понял, что ему предстоит участвовать в одной из тех игр, в которой он воспевал. Высшее сострадание Кришны взволновало сердце Нарады, и он с большим сочувствием подумал, «Как мне освободить этих глупцов и дать им вкус истинного нектара?» Нектара встречит с Кришной. Нарадамуни был первоклассным преданным Уттамаде, Бхагаватой. Полубогие демоны признавали, что он пересек океан Вет. Благодаря своей бездонной мудрости Нарада решил благословить глупых братьев. Эти полубогие пали с уровня гуноблагости, и теперь они не лучше людей из низкого «Хотя опьянённый вином через какое-то время опьянение проходит, к сожалению, это невозможно с опьянением гордостью. Если я просто благословлю их великой удачей, чистой преданности, они пренебрегут этим. Поэтому я сначала должен обуздать их гордость. И когда это произойдёт, они будут готовы получить Бхактии. Поэтому я их прокляну». То есть он мог бы благословить чистым преданным служением, но они скорее всего этим пренебрегли. Это было бесполезно. Поэтому он думает, как сделать так, чтобы они оценили моё предложение. Сначала будет проклятие, наказание. Обычно так этот человек испытывает наказание, он раскаивается в садейном, становится готовым получить какие-то духовные ценности. «Вспомнив о Нараде, проклинающему Налакувару Манегриву, Кришна улыбнулся. Такова беспричинная милость Вайшнава. Его проклятие нейтрализует оскорбление, а последующее очищение позволит проклятым увидеть меня. Приняв решение Нарада, приблизился к развлекающимся полубогам в своём распутстве, забывшим обо всём вокруг. Обнимая, целуя девушек, они наслаждались в реке, подобно тому, как слоны наслаждаются своими жёнами, и потому не заметили присутствие Нарады. Но более трезвые абсары увидели его. Они немедленно прикрылись своими длинными волосами, выбрались на берег и поспешно оделись, побуждая своих любовников к тому же. «О, праву, скорее оденьтесь, одняйтесь, пока этот великий мудрец не проклял нас всех». Но локовары манегрибы были слишком пьяные, чтобы услышать это, тем более понять. А даже если бы они услышали, гордясь, не позволили бы им прислушаться к этим словам гордости. Девушки запаниковали. «Скорее выходите на берег, одевайтесь!» Но эти двое лишь передразнивали девушек. В своём опьянении они, веселяясь, плескались друг на друга водой. «Скорее одевайтесь, одевайтесь скорее!» Гнев народы возрастал. И, вспомнив о череде игр Кришны, он убедился, что эти двое будут служить Господу. Мудрец даже смог увидеть дворец Махараджинанды и этих двух полубогов, стоящих там, как два огромных дерева. Прокляв на локовару манегрибу, он станет инструментом миссии Господа. Тем не менее, он колебался. «С моей стороны, будет оскорбление проклинать полубогов, но с другой стороны, я чувствую себя беспомощным исполнителем великого плана Господа. Если я прокляну их, они вдобавок получат благо отличного совершения Господа Кришны, что может быть чудесней». Ребенок Кришны был доволен смирением народы. Несмотря на то, что народа действовала как его инструмент, он все же не хотел оскорблять даже падших преданных. Господь подумал, «Иногда Отец хочет угостить спящего сына сладким рисом, и чтобы разбудить мальчика, может его ущипнуть». Аналогично проклятие народы приведет этих полубогов чувство. Оно станет скрытым благословением, ибо в результате проклятие получит великое благо. Из этой истории проклятие народы, преданные в будущем поймут опасность дурного общения, которое может сбить с толку даже девов. Преданные же осознают неоценимую важность мимолетного общения с чистым преданным». Кришна удовлетворенно кивнул. Ведя этот жест Кришны, мальчики-пастушки стали перешептываться. «Хотел бы я знать, о чем он думает. Я тоже. И я». Кришна совершался, созерцал само листв творение сострадания народа Мунии, возвышающий сяна циновимикой веры, недовольно сдвинул брови. Его сердце обливалось кровью от сочувствия к этим падшим полубогам. Народа думал, «Если я просто прокляну их, они так останутся в невежестве. Поэтому я должен произнести слова истины, которые процветят их и дадут им пищу для размышления на все время действия проклятия». К этому времени моменту опьяняющий эффект вору не стал проходить. Но луковары Манегрива начали приходить в себя. Осознав свою наготу в присутствии раздневного мудреца и заметив наконец обеспокоенных Абсар, позади него полубоги поднесли соединенные ладони к колбу. Безновные и испуганные они ожидали, что скажет народа, неспособные от стыда вымолвить хоть слово. Народа хотел указать им на опасность богатства, к которым они были привязаны и которые порождают главные грехи вожделение к вину женщинам, азартным играм. Поэтому мудрец сказал, богатство затмевает разум человека сильней, чем любые другие материальные достояния. Будь то красивая внешность, знатное происхождение или хорошее образование, тот, кто не получил образование и кичится своим богатством, тратит его на вино женщин и азартные игры. Самое сильное опьянение от богатства человека испытывает. Как полубоги на лакуваре манегрива должны были взращивать гуну благости и возвышаться, обуздывая ум, но из-за отцовских богатств они попали под влияние гуны страсти и опустились до греховного поведения, которое вызывает эта гуна. Они даже скатились в гуну невежества. Корень греха в близких отношениях с женщинами, хуже этого азартные игры, ибо они ведут к ссорам и потерям, но хуже азартных игр пьянство, потому что из-за него пьяный теряет возможность защитить себя. Нардо продолжал. Не владея своими чувствами, кичи своим богатством или родовитостью, жестокие негодяи ради поддержания своего бренного тела, который по их мнению никогда не состарится и не умрет, безжалостно убивают несчастных животных, иногда они убивают животных просто чтобы развлечься на прогулке. Сбитые с толку развратом, меследием и убийством животных, глупцы забывают, что Господь является свидетелем их грехов и сразу назначает им соответствующее наказание. Хотя эти глупцы ображают себя нестареющими и бессмертными, они сами становятся жертвами насилия и смерти, показывая на двух братьев народа произнес «Человек может гордиться своим телом, считая себя очень важной персоной, министром, президентом или даже полубогом, однако кем бы он ни был при жизни, после смерти его тела превратится в червей из поражений вери. Тот, кто по таковременным прихотям этого тела убивает бедных животных, не знает, что в следующей жизни будет за это страдать. Такому грешнику придется отправиться в ад и пожинать плоды своих злодеяний». Народ усмехнулся. «Хотя люди каждый день видят старость и смерть, а с тебя не думают, что не умрут, но они умрут, а когда умрут, им придется попасть на адские планеты и страдать за свою глупость. Тем временем тела, которые они сейчас лелеют, тем временем станут испражнениями или пеплом. Освободиться от такой участи можно лишь благодаря руководству истинного гуру. Все еще указывая на двух пьяниц, Народа задал эритический вопрос, чтобы наставить их. «Кому принадлежит тело, пока оно живет? Работодателю или душе? Отцу матери или отцу матери? Или отцу матери? Принадлежит ли оно человеку, который забирает его силой, или рабовладельцу, который его покупает, или сыновьям, которые его сжигают? Если тело не сжигают, тогда может быть оно принадлежит собакам, которые его съедают. Многие могут претендовать на то, что это тело принадлежит им, но кому же оно в конце концов принадлежит? Плохо, человек, не поняв этого, поддерживает тело, творя грехи до грехи. Это тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первоэлементами. Поэтому оно принадлежит всем. В этих обстоятельствах кто же, кроме негодяя, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему? И кто, кроме негодяя, будет грешить, убивая животных, чтобы потакать своим прихотям? Только негодяй может жить таким образом. Нарада внимательно посмотрел на Лакувару и Манегриву. Поняли ли они, что их тела в действительности не принадлежат им? И что если бы они поняли, то они убивали бы невинных животных на охоте ради забавы. И чтобы наслаждаться жареным мясом, не оставались бы в невежестве опьяненные богатством. Что пробудить братьев от их заблуждения Нарада открыл, что ожидает их в будущем. Это будущее будет мучительным, но эффективным лекарством от их гордости. Такой сегодня трагический конец. На сегодня мы остановимся. какие вопросы будут по этой тяжелой теме? Так все люди стремятся к богатству. Но это опасно, если не в сознании Кришны. Опасная тенденция. Может быть историки заметили эти циклы? Общество стремится к богатству, а потом что? Почему богатые люди не могут жить в мире? Вот вопрос. Когда страна бедная, они сотрудничают все вместе обычно. Сплачиваются люди. И действительно могут достигать чего-то совместными усилиями. Но когда приходят плоды труда, возникает большая сложность их распределения. Поэтому они думают, как это сделать? Как коммунист или как капиталист или как кто-то еще? Отличные формации придумывают, считая, что плохо быть в капиталистическом обществе или в коммунистическом обществе. Как же эти плоды, как же эту собственность распределить? Это проблема для богатых людей, гордых людей. И в итоге они разрушают ту систему, которую создали сами. Потом снова сплачиваются, сплачивают их бедность. Говорят о процветании общества, о мире, о сотрудничестве. Изучают какие-то науки и снова строят какое-то богатое общество. И снова мир покидает их ум и сердце. Почему? Богатство обвиняют гордостью. Даже человек беден, но живет в богатой стране, он все равно гордится. Вот такое влияние. И богатство обвиняет, что это означает? Что человек начинает нарушать регулирующие принципы, считая, что ему это дозволено делать. Почему? Потому что он богат. Могущество в деньгах, богатство придает ему силы и уверенность, что он могущественный, что он имеет право это делать в хороших условиях. Он начинает общаться с противоположным полом, как правило, незаконно. И затем идут следующие грехи, пьянство и так далее. Все начинается с противоположного пола. Он называет это любовью, они создают какую-то культуру временную на этот период времени, которая возвышает эти отношения мужчины и женщины в драмах, фильмах, романах. Общество начинает этому подражать, потому что оно уже имеет какое-то экономическое процветание. Теперь следующий шаг это кама. Затем они начинают распространять интоксикации, узаканивать, как обычное явление, разводы для этой цели тоже узаканиваются и прочие прочие вещи. Здесь описывается, что это опьянение, опьянение, мада, сумасшествие. Человек мнит себя, когда пьяный, мнит из себя что-то. Вот богатство самой сильной формы опьянения говорится. Самое тонкое, глубокое самомнение возникает в человеке. Какие вопросы? Валерий Кришна, у меня такой вопрос. Объясните, что значит тело принадлежит всем? Как понять, что наше тело принадлежит не нам, ну там как раз в тексте, что оно принадлежит всем? Да. Как? Материальная энергия, она никому не принадлежит. Значит, для всех. Но сформированное в это тело, которым я пользуюсь. Я могу им пользоваться. То есть тело можно приравнять к материальной энергии? Да, это материальная энергия. Телом также пользуются многие живые существа, находящиеся в этом теле. Мы их называем паразитами иногда. также комары думают, что это их пища. Мы очень удивляемся, когда так происходит, но они абсолютно уверены в этом. потом родители заявляют право на наше тело, пока мы не совершеннолетние. И нам приказывают, что делать, что не делать, где быть, где не быть, что есть и когда есть. То есть они полностью контролируют наше тело, потому что кормят его. А это другая установка. Тело предложит тому, кто его кормит. Как будто еще есть рабы, которые кормят, и они должны отрабатывать свой труд вот этим телом. Так же говорится в этом. После смерти кому оно принадлежит, уже не нам точно. Когда мы оставляем тело, то может животное съесть какое-то или в пепел превратиться тело. Его снова отправляют в эти стихии, откуда их взяли. Мы пользователи, но не собственники. Временно пользуемся этим телом. В этом смысл. Но здесь говорит, что опьянение заключается в том, что человек забывает о временности тела материального и мнит, что он будет вечным. Тем более, если он полубог, скажем, или о какой-то семье, молод, красив человек, он вообще забывает о старости, о смерти, не думает об этом. Никогда не обсуждает эти темы. Пока не коснется какой-то горе, он не задумается близко об этом, он опьянен ложной гордостью. То есть вот об этом речь идет. Опьянение значит, что это тело, человек создано как дар дается этой душе, получающей человеческое тело с определенной целью самопознания. Но в опьянении он забывает об этом. Если тело не я, то что такое тело? Если я душа, я не тело, тогда мы спросим, а что такое тело? Я душа, хорошо, а тело что такое? Что такое это тело? Инструмент для духовного самопознания. Но этим можно воспользоваться по-другому. Для чувственного наслаждения можно использовать разум. Здесь есть язык, желудок, гениталии, и есть также тонкий разум человеческий. Чем я буду пользоваться? Этими тремя или разумом? Вот вообще мой выбор. Если этими тремя это животное существование возвращается к животному сознанию, утрачивая разум, забывая о нем. Забвение впадает глубже, 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 как эти два полубога. Они из гуны благости упали до страсти, даже до невержества здесь говорится. Забвение, полного забвения. потому что использовали язык желудогениталии. эта вещь. И народа призвал их к разуму. Ну как? Он очень разумный, у него ясный разум, чистый разум. Он знает, что сейчас просто благословить на преданное служение не тот случай. Они этого не оценят, они пренебрегнут этим. Не могут даже посмеяться в ответ. Рассмеяться. высокомерно рассмеяться, люди не поймут. Но если сначала наказать, они могут оценить эту милость позже. Когда раскаиваются в своих грехах и задумаются о смысле жизни, когда начнут правильно оценивать, что хорошо, что плохо, они вспомнят Бога. Что Бог устанавливает эти принципы, что хорошо, что плохо. Не мы, не богатые люди этого мира. И тогда они будут готовы получить этот дар сознания Кришны. Так что полубоги были достойны этого. Они были достойны развивать свое сознание Кришны, но это не так деградировали из-за богатства Отца. Причина красивое тело и высокое рождение. богатство женщина и слава. и ты хочешь как-то связать с гунами? Да, богатство невежество слава это женщина ой женщина это страсть а слава это благость. Слава благость? А слава благость власть невежества? Интересно почему? Нет, богатство невежества страсть богатство невежества страсть женщины страсть женщины слава благость. Это всё страсть. Это продукты страсти. Страсть нейтральна. Поймите, что такое страсть. Страсть не плохая, не хороша, она нейтральна. Смотри, как её использовать. Невежество, оно вредит преданному служению. Страсть тоже, потому что продуцирует невежество. Но если вы к страсти относитесь нейтрально, оно не препятствует. То есть к богатству, к славе, к женщинам нейтрально относитесь. Они не препятствуют. Можете обладать им, если вы нейтральны к ним, не привязаны к ним. То вы остаетесь свободными. В благости остаетесь. Но невежество невозможно быть нейтральным. Его нужно отвергнуть. Страсть сама по себе, она имеет ценности. Это хорошая организация, это процветание. Деятельность, активность. Это не невежество. Пассивность, это активность, это лучше. Но оно может перейти, трансформируется в невежество, когда человек привязывается к богатству, к славе, к женщинам. К этим продуктам страсти. Вот тогда это перебудет в невежество, в чувственное наслаждение, разврат и все остальное. Злоупотребление положением. Это уже тамос. Поэтому мы служим Кришне. Что это? Это тоже страсть. Мы же действуем, смотрите, мы тоже деньги используем. Женщины занимают служение Кришне. Славу известную мы можем иметь как проповедники. Но мы это используем в служении Кришне. То есть для возвращения в садфагуну, в чистую садфагуну. Не привязываясь к этим вещам. Предлагаем Кришне, типа, плоды деятельности. Поэтому страсть мы используем. Страсть садва-сочетания используется. Поэтому слава хорошо, если мы ее используем для прославления Кришны. Права Пасха сказал, если вы прославляете Кришну, к вам придет добрая слава сама по себе. Если вы служите Кришне, вы будете очень богаты. Но никогда не будете считать, что у вас есть какие-то деньги. Всегда будете думать, что это все, как Кришне. Кришне, как 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 Кришне. В описании, правильно ли я поняла, что Нарада воспевал игру, которая еще не произошла, то есть он еще не проклял, а уже воспевал, то есть это означает, что игра это вечная, каждый раз, когда приходит Кришна, каждый раз он, объясните, пожалуйста. Нарада сын Брамы, он видит творение все, он видит прошлое, настоящее, будущее, у него другое сознание, у Нарада, у него нет. Помните, когда Брама молится Кришне, он говорит обо всех его играх, которые будут во Вселенной, он начинает представлять те игры, которые произойдут во Вселенной, и путает временем там одну лилу. Помните, Прупада еще описывает, что Прупада это видит в будущем, и вот это немножко, даже в будущем немножко не совпадает с его видением. Одну или две лилы он путает временем, местами. А так все точно описывает, что Кришна будет делать в будущем этой Вселенной. Поэтому нужно понять, что Нарада, поскольку у него духовное тело, он видит эти вещи. Одновременно он видит Налакова Румани Гриву, одновременно видит два дерева Арджуна, одновременно понимает, что он должен их проклясть, свой долг. Одновременно он также боится совершить аппаратху, смущается, поскольку это преданные падшие, падшие, но преданные все равно Кришны. Все это вместе взятое происходит, одновременно описывается тут. Вот это сознание Кришны. Видит, тут много чего вмещается одновременно. Не удивляйтесь, что Нарада Муни так может видеть одновременно. Он мудрец среди полубогов. Что тут сказать? Не все нам доступно понять о Нараде Муни. Но когда-нибудь. Вон у него вина есть. Он дергает струны. И поет Ратхика Рамана. Это Бхаджин Бхагдюна Такура. Нарадму Ни Бхаджа Явина. Ратхика Рамана Наме. Пропада поет. Такой красивый Бхаджин. Некновенный. И там что говорится? Что экстаз пронизывает его тело, которое может увеличиваться, растягиваться. Шнур браманский у него натягивается, как струна, и даже лопается иногда. От экстаза тело его трансформируется. И когда он дергает эти струны, Шива начинает танцевать тоже. Брама начинает танцевать тоже. И полубоги начинают танцевать тоже. Вселенная начинает юберировать от экстаза. Это Нарадамуни. Что я могу сказать? Преданные немножко упрощают. Такая есть некая Сахаджи у нас, знаете. Мы упрощаем, мы думаем, Нарадамуни, вот как мы в фильмах видим иногда, такой комический образ, знаете, посмеяться только над ним остается. И вот так представляют индусы. Знаете почему? Я слышал почему. Если вы представите в истинном свете, слишком много людей примет отречение. Он очень привлекательный. Начнут ноги подражать ему. Поэтому его представляют комично, чтобы не подражали его отречения. Индусы беспокоятся, чтобы молодежь не была сбита с толку. Ведь он увел сыновей Дакши, 10 тысяч харияшевов сразу, один за другим, в отречение. Это Нарад. Он является, сияет, он прекрасен. И как он говорит, как он общается, как вы можете не поверить ему, он видит все, прошлое, настоящее, будущее. Не дай Бог увидеть его. Харе Кришна. Но мы в этой преемственности как раз. От Брамы к Нараде, к Ясадеве и так далее. Это наша преемственность. Я помню, как я пал Кришна Госвами, когда еще, я думаю, даже еще в 90-е годы они наступили. Да, до моей инициации. Конец 80-х он был в Петербурге. Давал публичную лекцию. А люди знаете, какие были советские, постсоветские. Воинствующие атеисты. И он рассказал про Нараду Муни, которые путешествуют по космосу. Люди никогда этого еще не видели, не слышали. Советские эти. И так смотрят, знаете, никто не улыбается. Все такие сидели, переглядывались друг на друга. Мы тоже думали, что теперь, как Махараш выкрутится вообще, сейчас точно нападут на него. И точно кто-то там, аж откуда вы знаете, говорите про какого-то там вашего этого Муни там, который где-то там в космосе, куда хочет, передвигается. Откуда вы знаете, что он есть такой вообще? Почему верите в это? Он очень интересно ответил. Говорит, у нас есть картинка. И тот так и сел, человек не знал, что сказать вообще. У нас есть картинка. Мы бы сказали, есть фотография, да? Он говорит, есть картинка. Вот так. Так что иметь в виду, картинка есть. Нарада Муни существует. Мы сегодня много о нем говорим. Где-то он неподалеку должен быть. Это удивительно. Потому что однажды спустился Нарада, Нагин из Киртана Прабхупады, Прабхупад сказал. Здесь был только что Нарада Муни, говорит, и были несколько полубогов. Какой-то был сверх Киртан в Лондоне, что ли. Это описывается Прабхупады Ламрити. Это случай. Один заветкий случай. И Прабхупада сразу после Киртана, это экстаз был такой, что как будто стены колыхались. И вот он сказал только, что здесь были Нарада Муни и Господь Брама. Все замерли вообще. Замерли, было молчание. Прабхупадал какую-то лекцию. Но все только ждали, когда лекция закончится, чтобы спросить про Нарада Муни и Браму. И кто-то после лекции поднял руку Прабхупада. Прабхупада сказали, что здесь был Нарада Муни. Что он здесь сделал? Смелась, говорит, над твоей глупостью. Но тем не менее приходил. Тем не менее приходил. Утаматикарь. Не просто утаматикарь, у него трансцендентное тело. Он об этом говорит и о Седеве, о своей прошлой жизни. И о том, как он оставил то тело, шудрани, которое дала ему шудрани, мать. То непривлекательное тело, но он и использовал служение Кришне. И он говорит, получил новое духовное тело. Бессмертное тело. Моя знакомая попросила вопрос задать, очень важный для неё. Как можно научиться доверять мужчине, мужу, так же, как Кришне? Ни в коем случае. Не дай Бог, не торопитесь с этим. Когда муж чистый предан, разницы нет. Можно так же мужу доверять, как Кришне. В обычном случае, не думаю, что должно быть такое полное предание мужу. Полное предание мужу. Богу нужно предаться. Сейчас мы на равных мужчин и женщин в этом вопросе. Когда-то, в далёкие ведические времена, женщины не получали инициации даже, потому что мужья их вели к Богу. Не забрали эту ответственность. И исполняли свой долг. Сейчас нет таких мужей. Ну, редкость. В целом, скажем, нет. Потому что Калаушудр Самбова, квалификации такой нет. Сейчас, скорее всего, мы рекомендуем быть не господином в семье мужчины, а друг, друзьями быть близкими. Лучше. Это лучший будет совет. Давать взаимные наставления друг другу, помогая в духовной жизни, чем просто идти за мужем, который недостаточно ещё квалифицирован. Или когда у мужей жены есть духовный учитель, то всё хорошо. А они слушают духовного учителя. Муж означает «с вами». Или «го» с вами. Но сейчас это трудно представить. Сейчас все мужчины, я говорю просто в целом, в обществе, в любом, похотливы, они не с вами. Но в браке нужно быть осторожными, должен быть духовный идеал у мужа и жены. Я слышал такое утверждение, что когда ученик, посвящает плоды духовного учителя, то он в сто раз ещё больше получает плоды. И духовный учитель тоже в сто раз получает. О, здорово. Мне даже интересно. Так, давайте, давайте, давайте. Побольше плодов. Мне интересно стало, может ли ученик, кто не сам помогает своему духовному учителю, потому что служение духовного учителя, как я понимаю, это очень тяжёлое. Вот, возможно ли такое, может ли ученик вообще как-то помогает? Ученик, естественно, помогает, да. Естественно, если это ученик, он уже помогает. Это и есть позиция, роль ученика. Что в его силах имеется в виду? Потому что, скажем, есть такие воины, как Махарадхи, Пхишма, Дрона, Карна, Арджуна, Махарадхи. Они могут, Арджуна мог сражаться со сто тысячным войском один, что он и делал на Куркшетре. Ему бросали вызов войска целые. И он мог сражаться. Это Махарадха. Есть Экарадха, там другие вот эти вот возможности воинов, которые менее могущественные. Если я смотрю на своего духовного учителя, это генерализмус для меня. Это Маха, Маха, Махарадха. Что я могу? Я могу подносить ему оружие, допустим, там. Ну вот я могу помогать ему в этом. Где-то там, под его защитой находиться. И когда какие-то астролитеты у меня, он отбивает их, потому что я помогаю ему. Он тоже защищает меня. Так я тоже набираюсь каких-то навыков. Так можно увидеть. То есть посильное служение ученик делает. Он всегда помогает духовному учению. Просто даже когда повторится 16 кругов, он уже помогает. Соблюдает принципы. Дорогой Городер, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что йога-мая действует, что это не Кришна. И вот почему в одном случае, когда Кришна убегает от Яшоды, йога-мая покрывает его, и он не осознает своего положения. А в другом случае, когда Яшода пытается его связать, он осознает свое положение. И думает, что она вообще себе думает, как меня можно связать? Нет, нет, он осознает свое положение. Но когда думает о Яшоде, забывает об этом. Забывает почему? Под влиянием любовных эмоций. В нем есть и положение Бога, есть любовные эмоции. И то, и другое. И эти шахты, эти энергии, они взаимодействуют. Чередуются иногда. Когда он убегает от Яшоды, он думает иногда, что происходит? Я Верховный Господь. Я убегаю от Яшоды. И тем не менее, он не может эту дистанцию как-то увеличить. Почему? Эмоции еще есть. Любви, которая с Яшодой связывает его на самом деле, вот эта вот дистанция, она не может измениться, потому что он не способен из-за эмоций. Но разумом понимает Бога, что я Верховное Существо. Что происходит? Я не могу от нее оторваться. Такая сила любви, она подчиняет меня. То есть одновременно это и другое. Он знает и не знает. Так всегда происходит. И вот это, когда вы соедините в сознании и скажете об этом, это пробудет экстатическую любовь. Вот это сочетание его могущества божественного и вот этой сладости. Что сильнее, вот удивительно как. Вот эти две вещи, когда соединяются в вашем сознании, и вы начинаете выражать это, вот это выражение экстаза. термина, которые не вступили в его сознание. И вот в последнее время такой вопрос волнует, насколько важно личное служение гуру, и если нет возможности, либо талантов, либо каких-то качеств для этого служения, возможно просто повторять мантру, создать принципы и что-то делать пассивное. И как смириться с тем, потому что есть же какое-то желание, что гуру, он будет ближе к нему и так далее, вот как принять такое положение? И достаточно ли этого, или можно стремиться улучшить свои качества, чтобы можно было физически? Это не гуру устраивает, это йога май устраивает. Кто будет близко служить, кто будет на большем расстоянии, кто почти не увидит духовного учителя, бывает и такое. Гуру это не планирует никак. Гуру занимает преданным служением, а устраивает вот духовную энергию свыше, по-моему. Личное служение? Ну я думаю, что каждый при жизни гуру что-то может сделать личное. Не всегда, правда, гуру об этом узнает непосредственно. Но выдающиеся вещи, как правило, он знает. Обычно так. Тем не менее, что могу сказать с этой точки зрения. Есть преданные, которые ничего выдавившегося не делают. Но они искренне, искренне преданные, делают простое служение. И они независливые. Это положение является, как сказать... То есть гуру принимает с сердцем такого ученика. С его смирением, с его простотой. И есть выдающиеся ученики, которые больше беспокойств приносят. Потому что у них больше плодов деятельности и больше опасности в этом. Можно рассмотреть это с разных точек зрения. Также пришли в правупаде, были выдающиеся ученики, которые были близко к нему. Ноги отошли. И есть те, которые только издалека видели правупаду. Которые сейчас с полной ответственностью помогают движению. С разной точки зрения. Одно знаю, одну вещь, что... Если ученик искренне занят служением, любым посильным, если он на самом деле искренне это делает, он освободится от зависти. Станет дорогим Кришне и Святому Днему. Это пробуждает особое чувство духовного учителя, хотя он может даже не знать толком, что конкретно делает ученик. Он видит его настроение. Не обязательно знать точно, что делает ученик конкретно. Это для менеджмента обычно нужно. Если гуру интересуется менеджментом, он может поинтересоваться, какое служение, какое служение и так далее. Это чисто такая внешняя сторона. А и внутренняя сторона. Отсутствие зависти. Вот это и есть служение Кришне. А какое служение, это уже детали. Большое, маленькое, нет такого понятия. Это менеджерское понятие. Должностное понятие. Духовное, нет такого понятия. Между большим и маленьким нет разницы. Паучок и хануман нет разницы между ними. Поскольку у нас масштабы проповеди, есть движения, то мы менеджмент устраиваем тоже. Тут тоже есть махарат и прочее. Но для Кришны это все одинаково. Не это главное. Не для гуру. Поэтому мы не пренебрегаем какими-то великими делами. Можем делать великие вещи. Но мы не пренебрегаем и маленькими вещами, которые делают искренне предны. Нет. Можем делать великие. Можем делать великие. Когда это давно было, все. Нужно иметь какой-то с собой энциклопедический словарь, видимо. На такие вопросы ответить иногда бывает. Врасплох. Кто же старше, кто младше. Есть. В Писаниях можно найти, конечно, это. Да, там вопросы. Ария Кришна. Вот такая тема сейчас затронула и затронула у меня вопрос про ученики, служение и гуру. Что делать в такой ситуации, когда ученик имеет большое служение, ответственное, и у него возникают проблемы в отношении с его духовными сестрами и, может быть, даже братьями. И что делать в такой ситуации? Когда большое служение делает человек преданный. И у него сложности. Нет, у него нет сложности. Он делает то, что делает, но в общении с семьей духовной, с сестрами и с братьями возникают сложности в общении. Знаете, и такой вот, может, это как-то связано, там, в Евангелии говорится, что кто был первый, тот станет последний. Как это, и тот пойдет, да, в духовный мир. Есть ли такое понятие в ведических писаниях? И что делать такому ученику, который первый, он, ну, учился там, отличник, потом образование, высший отличник, пришел в сознание Кришны, тоже отличник, ну, как бы, и много служения имеет, но с духовными братьями и сестрами не складываются отношения. Что делать? Тогда он не отличник. Это не отличник. Если отношения не складываются, значит, он не служит. Он просто имеет навыки. Имеет определенную квалификацию, навыки, внешняя энергия. Внутренняя энергия — это отношения, служение старшим, дружба с равными, забота о младших. Вот это внутренняя энергия, вот это квалификация. Получается, что есть хорошие отношения со старшими, прекрасные, с младшими прекрасные. Но со средними их как будто бы нет. То есть трудно найти таких людей, кто… Это означает, что он слушает старших как менеджеров и руководит младшими как менеджер. Это не духовная позиция. Без дружеских отношений нет. Матхиама означает дружески расположенных, преданных ко всем. В равных отношениях проявляется дружба в полной степени. Дружба проявляется к младшим как забота, а не просто давать наставления, а заботиться о них. Это разные вещи. Без сострадания наставления не срабатывают. Это просто указания будут. Приказчик называется это. Он выполняет приказы и приказывает другим. Это чисто материальный навык административный. Но суть этого заключена в дружеском расположении. Матхиама и Тикари. Дружеское расположение ко всем преданным, к старшим, равным и младшим. Об этом говорили однажды в GBC, что это проблема. Что 60% из всех этих трёх отношений нужно уделить равным преданным. Вот тогда будет успех. Что значит равным преданным? Дружба с равными. Вот этому нужно уделить 60% внимания. Как узнать, что он равный? По времени инициации это может быть. Примерно, ну до трёх лет я слышал, можно считать, что примерно из равенства. Больше пяти лет немножко тоже к старшинству, к младшинству относится. Но с течением времени это тоже может стереться пять лет. Это можно чувствовать также по количеству трансцендентного знания, опыта. По количеству сострадания также это можно увидеть. В общем, нужно этому учиться. Ориентир внешний — это время инициации. Можно так ориентироваться. То есть есть люди, которые имеют навыки уже, они талантливые в какой-то сфере деятельности. Они были успешны в школе, в институтах. Они имеют как бы способности какие-то, да, дар. Но этого недостаточно, нужно сотрудничать ещё. Так, там я вижу руку. Да, пожалуйста. Ребешна, такой вопрос о служении. Когда человек начинает какое-то служение, и оно становится, скажем так, большим, но он привязывается к этим плодам, он начинает наслаждаться ими. И в какой-то момент он это начинает понимать. И тогда встает вопрос, должен ли он просто оставить это служение и заняться, скажем так, очищением своего сердца и взять что-то более, скажем так, невинное, более простое. Или всё-таки он может продолжать это, ну, взывать на том, чтобы не привязываться к плодам или прислабить? Давайте попытаемся понять, чему мы учимся. Это та же тема, что и обсуждается у Бхагавадгити, то, что вы сейчас спросили. Арджуна думает точно так же, остраниться мне от этого служения, от этой деятельности? Или сражаться? Собственно, он хочет остраниться. Но Кришна говорит, это не настоящее смирение. Это не будет соответствовать твоему долгу ни духовному, ни материальному. Не думать, что остранишься. Сейчас многие предностранились от какой-то активной деятельности. Это не думать, что это смирение развивается. Нет. Это замкнутый, индивидуализм называется. Это одна из сторон Аханкары. Нет. Где тебе говорится другое? Сражайся и думай обо мне. А вот почему мы учимся сейчас? Мы учимся от сознания Кришны. Не уходить от своих обязанностей, а научиться их выполнять в сознании Кришны. Хорошо. Может быть, я замахнулся не на свой уровень, не моя природа. Да, но я не отказываюсь. Я беру что-то другое, посильное. Но важно, чтобы я это делал для Кришны. Я разговаривал, знаешь, с группой старых преданных в одном месте, которые несколько стали пассивными, отстранёнными от деятельности. Пилец и критический ум, как бывает на какое-то время, знаете. Видят недостатки, разочарованности. Ничего не делают при этом. Апатия какая-то. И мы говорили об этом и выяснили, что нужно хоть что-то сделать для Кришны. Не нужно быть ленивым, просто отстранённым, индивидуалистом. Я им говорю, хотя бы вот возьмите помидор, вырастите на подоконнике, предложите Кришне. Вот изначально для Кришны посадите, вырастите, а потом принесите на дар и предложите. Хоть что-то для Кришны делайте. Не будьте просто отстранёнными, обиженными, так сказать. В тамос не падайте, на колени становитесь перед Майей. Оставайтесь в сознании Кришны, учитесь тому, что Прубада нам дал. Не положение определяет человека в сознании Кришны, а сознание. Это самый важный вопрос. Для тех, кто пересёк границу 15-20 лет сознания Кришны, это очень серьёзный вопрос, потому что они оценивают себя. Вот кто-то уже президент, кто-то региональный секретарь, кто-то уже Саньясу принял, а я тут всё ещё никто, никакого положения. Для них это больно. Но мы должны понять, чему мы учимся. Положение занимать какое-то в обществе или сознание Кришны. Вот это тут карьера сбивает с толку нас тоже. Гуна страсти. Мы учимся осознавать Кришну больше ничего. Если положение помогает мне, я принимаю это положение. Если не помогает, я отвергаю, я беру другую деятельность. Я могу просто полымать в храме для Кришны. Почему нет? То есть, если мы продолжаем это служение, но мы видим, что мы не справляемся, что мы всё-таки не можем предлагать ему Кришну, то лучше взять что-то попроще. Ну, мы советуемся со старшими, конечно же, советуемся. И мы учимся, может быть, мы... Сейчас такая ситуация, что иногда нас назначают, ну, потому что некому это делать. И нам приходится делать то, что нам не свойственно, правда? Не разочаровывайтесь. Придёт время, мы сменим эту деятельность, займёмся тем, что нам ближе, по природе. Все страдают от этого. Многие страдают от такой ситуации. Но это наше время. Это недостаток нашего времени, так скажем. Не наш, может быть, личный недостаток. Ну, Калаушудра Самбова, где взять кшатриев сейчас? Вот найдите. Нём с огнём. Все браманы, смотрите. Сейчас они шлоки так, и санскрит так, и всё. А что делать? Не знаю. Ой, потрясающая ситуация. Такая и майя вообще, такая иллюзия. Ну, дорогие, просто помидор вырезать и предложите Кришне. И то уже жизнь будет успешна, понимаете? Чем сидеть, крутить эти вещи в голове и думать, что я преданный. На уровне ума преданное служение не авторитетно. Должны занять ум, речь, тело. Ещё вопрос? Ну, микрофон там. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Вот всё-таки эти сановьяку веры, они имели какую-то квалификацию для того, чтобы получить эту милость? Или она была без причин? Нет. Ну, она вся без причин, но они были полубогами. Квалификация была у них. Сад вагуна была у них. Конечно, была. Поэтому народам у них не так состраданием к ним отнёсся, что они падают, падают, падают. Мы же тоже видим, если преданное какое-то ослабевает, мы тоже начинаем беспокоиться, сострадать, верно же? Так, все вопросы. Вот здесь есть вопросы. Прикришна. Скажите вопрос, как вы вчера рассказывали про Шрути Чарри Горби, Горби, Момни Чарри Горби, который достиг совершенства вообще несовершенненное, носит как бы ситха, вайшнанное. И вот сегодня тоже эти темы коснулись. У меня вот вопрос. Может быть, поделитесь своим опытом, как определить именно квалификацию преданных, то есть саттфака, ситха, то есть как вы определяете, что вайшнан более опытен, чем вайшнан? Как понять, что вайшнан обладает такой же квалификацией? То есть, вот интересно, именно ваше опыт. В общении. Это в общении автоматически происходит естественным образом. Если мы общаемся с младшими преданными, то ситуация так разворачивается. Через несколько минут вы оказываетесь в середине, вокруг вас слушатель. Так это происходит, естественно. Если вы общаетесь со старшим преданным, то через несколько минут вы обнаружите, что вы спрашиваете, он отвечает, а вы внимательно слушаете. Но если нет зависти, все останется ясно. Зависть сбивает с толку. Тогда останется упрямый ум. То есть, например, многие преданные признают только Дикша-гуру, но высший авторитет считают. А Шикши ничего не знают, не говорят. Хотя пользуются посты на каждом шагу этим всем. Не ценят, не замечают. Вот это проблема. Мацария есть. Мы рождены в Мацарии, в зависти. Материальное рождение таково. Суновкали-югу, это океан завистливых и отличных качеств. Потом воспитание завистливое, образование завистливое. все основано на этой категории. Похоти, зависть, гнев, вот такие вещи нас воспитывали так. Поэтому Дикша для нас это как? Отразляется с Богом, остальное не важно. Может быть, может не быть. есть некое пренебрежение шикши, которое можно получить откуда угодно, на самом деле. В обществе ващна, в таком, как Искон, тут столько возможностей продвигаться духовно. Ох! Но все зависят от Дикша только, гуру. Так, думаю. И многие вещи пренебрегают, хотя мы слышим много хороших вещей, много вокруг нас книг, возможности обсуждать, общаться, если нет зависти, мы будем продвигаться быстро все. Все. Итак, кто же на уровне Садана Бахчи, кто находится на уровне уже спонтанного преданного служения, сначала нужно разобраться с собой. Не пытайтесь сейчас эти вещи сравнить, можем совершить серьезную ошибку. Вот Нара Дамуни, видите, вот они падают, эти полубоги, но они же преданные. Вот он, боится свершить аппарат, посмотрите. Он вообще хотел благословить, потому что они не оценят благословение, он хотел пользу принести. Потом, как же я принесу им пользу? Сначала нужно проклясть состраданием, без зависти. то есть нужно разобраться в себе прежде всего. Если я садхака, я общаюсь близко с садхаками, рогоноги выражаю почтение. Так делаю. Не вмешиваюсь в его жизнь ни в коем случае, я спрашиваю только и слушаю. что откроет, тому я достоин. То, что не откроет, я этому не достоин. И близкое общение с садхаками. Если я понимаю с нормой рогоноги, это другой вопрос. Там двери сами открываются. Это не нужно как-то оценивать, называть, спрашивать об этом. как, вот скажем, ребенок взрослеет, становится юношей. Он, естественно, чувствует противоположный пол. Ему не нужно это объяснять. Все, пришло время, возраст, он развивается, это естественно открывается, интерес. Это рогонога, например. Но если этого нет, то он находится под дисциплиной старших садхака. Общается с близкими, с друзьями так же и слушает просто родителей. Он не вмешивает в свои дела. Если мы хотим вмешаться в эти дела, мы можем сверечь ошибку. Кто рогонога? Давайте вмешаемся, посмотрим, рогонога, не рогонога. Можем сверечь ошибку. Харьи Кришна, спасибо большое. Вы вчера говорили очень интересный пример, когда Прабхупада говорил с одним из преданных и указал на его нехаритетную тему. И был разговор между тем, почему он носит и гуру, его гуру. Вот этот пример хочется перенести на исход, попытаться, да, и понять. То есть, например, вы вели саду, шастры, гуру, мы должны сверять наставления духовного учителя, с одной стороны. С другой стороны, нам говорится, что, часто говорят, что, ну, неквалифицированно оценить уровень духовного учителя. Вот. И в то же время мы должны понимать наставления, шастры. И вот как быть кандидатом ученике или самому ученику, да, если он видит какие-то внешние соответствия, может быть, вот, и как это правильно, во-первых, оценить, и если он увидел какие-то несоответствия, что с этим делать, и, если они по факту имеют место быть, как дальше быть учеником или кандидатом? Это хороший вопрос. Ну, как бы, разум. Мы наблюдаем, да, что есть несоответствия практически у всех, какие-то несоответствия есть предыдущие, у старших, у младших, там. Иногда мы думаем, что гуру что-то никто может сказать или сделать, даже такие мысли приходят. Как бы, разум наш видит какие-то недостатки. Хорошо. В дите говорится, что есть огонь, и всегда есть какой-то дым от него. Любая деятельность имеет какой-то недостаток. Собственно, даже любой материальный пример, который он приводит, имеет недостаток, чтобы подговорить. Потому что материальный. Дым будет какой-то. Но, обратите внимание, огонь есть или нет. Если огонь есть, пользуйтесь. Не обращайте внимания на дым. Если огня нет, только дым, тогда другой вопрос. Тогда справедливый вопрос. Так давайте рассмотрим две стороны. Есть какие-то несоответствия, несовершенства, и есть огонь преданного служения. Взвесьте это. Если огонь есть, то все в порядке. Можно немножечко в связи с вашим ответом углубить вопрос. Может быть, он немножко провокционный будет, но часто сейчас старшие преданы, в том числе гуру, искон, они часто говорят, что мы на самом деле тоже не квалифицированы быть на таком уровне, как будто матвикари, да? В лучшем случае матхиамы. Поэтому в принципе мы выполняем свое служение правопаде и, ну, как бы, с одной стороны это справедливо, но с другой стороны ученик, он ждет, что его гуру, он будет совершенным, Может быть, есть какой-то идеализм в этом, но в то же время он ждет, что этот человек, он ведет его в духовный мир. И вот здесь такая грань, что все списывать на присутствие дыма, да, несовершенства, или все-таки должна быть какая-то минимальная квалификация у человека, да, чтобы мы могли за ним следовать и не бояться вот этого дыма. Есть, есть, да. Это Рубакасвами говорит «Упадишамрите» первый текст. Помнишь? Можешь процитировать? Бословно, не помню то, что он контролирует свои чувства, речь, ум, гениталии и способен принимать в таком настроении учеников повсюду. Там первое, что говорит, уравновешенный человек, способный контролировать шеи с побуждением, ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии. Да, вот он может принимать учеников повсюду в мире. Уравновешенность это то, что описано в Бхагавадгите, он не скорбит, не желает многого, он равно относится к счастью, несчастью, потерям, приобретениям. Ну, вот эти вот моменты, это уравновешенность. И шеи с побуждением контролирует. Ну, это уровень матхиама, тикари, он уже может принимать учеников. Это критерий. Можно опираться на него? И вот, вот этот момент важный, то, что мы сейчас отметили, смотрите внимательно на огонь, сколько огня. И надо смотреть, сколько дыма. Забываем про огонь, про главную субстанцию. Например, я смотрю на учеников некоторых. И я понимаю, что не все ученики строго могут следовать всем принципам. Не каждый способен очень строго это делать. Я понимаю это. Это дым. Я чувствую эти недостатки. Но я также смотрю, что он делает в сознании Кришна, какое служение выполняет. Вот это главный критерий будет. Сможет он дальше продвигаться или нет? Вот в этом делать. Да? Кто-то стоит под душем. Он еще грязный, но он же под душем. Это главный критерий. Он все еще под душем. Вот это главный критерий. Здесь микрофон. Гопи испытывают страдания от разлуки с Кришной, даже от моргания на это мгновение. Из-за чего там страдают? А здесь саду наоборот доставляет радость Кришна. Надо подумать это уже. Сбит с толку этим вопросом. Думаю, да, надо спешить в духовный мир. Погодите пока. Духовный мир сейчас мы не сможем это понять полностью, что такое духовный мир, что такое страдание в духовном мире. Но в целом если упростить философски это преподнести, ответ может быть таким, что в материальном мире даже счастье это разновидность страдания. В духовном мире даже страдание разновидность блаженства. Так говорится. Что на самом деле это нектар. То, что они испытывают это глубокий экстаз. Но это экстаз боли. Я не знаю, как это объяснить. Это человек должен испытать. Даже там в духовном мире испытывают состояние смерти, говорится, которое не существует там. Там нет смерти. Но откуда смерть здесь? Она отражена из духовного мира. Что же там такое смерть? Это определённое состояние, в котором они находятся, потрясённые экстазом. Как в играх дети, они убивают друг друга, а потом снова оживают, снова идут в бой, снова убивают, снова оживают. Ну, так, примитивность упрощённа, потому что духовный мир трудно сейчас описать. Это нужно испытывать. Не отождествляйте духовный мир с материальным. Там нет страданий. Когда гопи моргают, их блаженство увеличивается в тысячи раз. раз. Ну, а это выглядит как? Боль, разлуки. Вот такой парадокс. Что тут сказать? Ну, в общем, сами увидите. Ещё вопрос есть? Последний вопрос и будем петь. Вопрос. Правильно не понимать отсутствие денег как милости? Потому что преданный пока не готов вынести испытания деньгами. Да, можно. Всё, можно понимать как милость Кришны. И отсутствие денег, и присутствие денег, и потери, приобретения. Ну, преданный так всё видит. На самом деле. Чистый преданный так видит. А если преданный ещё не очень чистый, то он видит, что деньги – это милость Бога. Отсутствие денег – не милость Бога. Здоровье – милость Бога, болезнь – не милость Бога. Но во Вриндаване как раз мы получаем другой опыт, что болезнь – это как раз вход во Вриндаван. Переболели во Вриндаване, значит, вы вошли в Тхаму. Вы ещё так влюбились в Тхаму, когда болели. Это хороший признак. Ну что, мы будем петь?